Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Джанет. Сегодня хочу поделиться изумительным рецептом турецкого десерта, который называется свитлаш. Для этого мы будем использовать 2 стакана сахарного песка, 2 желтка, 1 стакан риса, 4 столовые ложки крахмала. У меня кукурузный крахмал. Вы можете использовать любой крахмал для этого десерта. Два пакетика ванили, 4 стакана воды и 2 литра молока. Итак, мы приступаем к заготовке нашего десерта. Начинаем готовить его. Я буду готовить его в такой 4-х литлевой кастрюльке. Теперь промываем хорошенько наш рис. Высыпаем его в кастрюлю и добавляем 4 стакана воды. Будем готовить рис до полной готовности. Он должен быть нежным, нежным. Полностью приготовиться. Очень мягким должен быть. Доливаю воды в мой стаканчик. Добавляю в кастрюлю и ставлю на огонь. Итак, дорогие мои, пока наш рис варится, готовится, мы должны проделать несколько операций на нашем рабочем столе. Итак, мы будем смешивать наш крахмал кукурузный. У меня здесь 4,5 ложки с горкой. Было 2 пакетика ванили. Я туда добавляю ванилин. И мне нужны желтки. Билки я буду отделять в эту баночку. Вот так отделила я. Не очень удачно. Закрываю крышечку, чтобы потом использовать в таком-то десерте. Теперь будем замешивать ванилин с крахмалом, чтобы там не оставались комочки какие-либо. Немножко вливаем туда молоко. Это можно сделать венчиком или с помощью вилки. Нет разницы. Самое главное, чтобы не оставались комочки. И туда же отправляем наши желтки. Хорошенько надо сбить. Этот десерт, на первый взгляд, он напоминает нашу рисовую кашу. Но это никак не рисовая каша. Так что советую обязательно попробовать этот десерт и порадовать своих близких, родных и, конечно же, себя. Крахмал у нас растворился полностью. Видите, у нас уже комочков не осталось. Теперь все продукты я переношу к газовой плите поближе. Вот наш рис. Мы сюда добавили 1 стакан риса и 4 стакана воды. Он у нас уже сварился. Видите, он уже полностью готов. Теперь потихоньку выливаем туда 2 литра молока. И постоянно помешиваем. С какого количества получается на 10 порций или 12. Это еще зависит от ялушек, в которые вы будете разливать этот десерт. А потом его будем запекать в духовке. Вот, постоянно помешивая, доводим до кипения. А еще у нас 2 стакана сахара. Всыпаем это в кастрюлю. И будем постоянно помешивать, вот так доводить до кипения. Вот наш десерт, наше молоко, начало закипать. Рис полностью уже мягкий такой, прозрачный стал. Теперь будем вливать нашу смесь с крахмалом. Но предварительно еще раз надо перемешать хорошенько, потому что крахмал осел. И вливаем это в кастрюлю желательно тоненькой струйкой. И постоянно помешивая. Продолжение следует... Будем варить еще минут 5 и практически у нас уже десерт готов. Этот десерт в Турции очень популярен, его очень любят в Турции и местные и туристы. Он дошел до наших времен, с времен Османской империи. Его больше готовят и зимой и летом, но его я люблю употреблять летом. Он очень легкий и так как его подают в холодном виде, освежающий, имеет вкус. Так что вы тоже можете приготовить его пока лето не закончилось. Как видим, как начнется булькать наш десерт, можем снимать его с огня. Вот уже, видите, он начал закипать и я его снимаю с плиты. Итак, мои дорогие, наш десерт готов. Я предварительно приготовила вот такие вот блюдочка термостойкие. Они у нас керамические. Больше их используют для запекания сетлаши до золотистой корочки. Можете использовать любую другую посуду термостойкую. Не обязательно такие керамические посуды иметь для этого. Тоже вполне возможно. Используют другие пьялушки термостойкие. Вот такие вот блюдца. Заливаю немного водой. Чтобы у меня формочки не потрескались. И запекаю до золотистой корочки. Предварительно разогретой в духовке. Вот таким образом выглядит наш изумительный десерт, который называется свитлач. Семь порций я запекла в духовке до золотистой корочки. Остальную порцию оставшуюся я разлила по пьялочкам, так как мой младший сын не любит, когда запекают свитлач в духовке. Таким образом тоже можете подавать гостям свитлач, засыпая предварительно его молотой корицей. Тоже очень получается вкусно, ароматно и главное полезно. Если вам понравился мой десерт, рецепт моего десерта, записывайтесь в абоненты, оставляйте лайки, пожалуйста, и комментарии. Буду очень рада вашим комментариям. Увидимся, до новых встреч. Пока, пока.